Вот ребята, Мадимео, такое Мадимео! Всем привет! Сегодня мы познакомимся с очень редкой, практически неизвестной широкой публике моделью АЧЕ-2, она же АЧКА, оригинал от чехословацких тружеников. Еще раз, мы говорим о модели, не о реальной автоматрице, которую, конечно, многие хорошо знают. Фактически, кроме штучных изделий, никто уменьшенную копию всей автоматрицы не делал, а Мадимео сделали. Вот те и весь сказ. Переместимся на локацию. Перед началом обзора смотрите, что мы приобрели по совету наших подписчиков. Они порекомендовали делать обзоры на модели на таком коврике. Итак, АЧЕ-2. Таран! Давайте ускорим музычку и сделаем распаковку самой модели. Три, два, один. Распаковка завершена. Вот она, смотрите, ребята. Она, правда, такая длинная. Вроде, вряд ли она такой длинной не кажется. А в действительности, вот она какая. Ну что же, извлекаем. Пошелеть. Тяжелая такая. Журки нафиг. Сначала просто осмотр, без комментариев. Вот она красота. Эта автоматрица настолько длинная, что с трудом умещается в объектив. И она такая тяжелая, как будто она обмоторенная. Давайте посмотрим. Стой! А журнал-то забыл. Ах, дядя-дядя-дядя. И вот, собственно, журнал. АЧЕ-2 номер 10. Наши поезда МДИМИО. И сразу историю 007 автоматрицы. Построена наша аппаратура была в 1988 году. Причем вместе с двумя прицепными вагонами. Из завода поступила на Горьковскую железную дорогу в депо Канаш. Возила обычных пассажиров на станции Казань, Чебоксары и даже Зеленый долг. А в 2017 году надумали фермеры передать ее в Брянск. Это уже московская дорога. Но недолго музыка играла. Уже в 2018 году списали старушку и пустили в расход. Эх, друг. Как обычно, три раздела. Появление Чешек на тихих линиях и заслуженный Рославль. АЧЕ-2. Прикольная фоточка ночная, очень красиво. А что тут написано? Жуковка. Вон пишут, что появление автоматриз на молодеятельных линиях не только подняло уровень комфорта пассажиров, но и повысило чувство их личного достоинства. Такое даже про Чеш-4Т не писали. Появление АЧЕ-шек. Опять-таки стилизованные чертежи. 17 метров длиной. И вот в заводском окрасе АЧК и рядом с ней прицепные вагоны АПЧ-2. Есть дорога, есть жизнь. Правило соблюдалось в Союзе неукоснительно. Повышение комфорта и экономичности пригородных дизель-поездов стало важной задачей в период Горбачевской перестройки. Специально для СССР. Известно, что изначально завод построил три опытные автоматризы АЧО, но они имели электрическую передачу, что было, видимо, не совсем разумно для таких автоматриз. Поэтому серия АЧ-2 стала иметь уже гидромеханическую передачу. Ну, здесь, как обычно, технические характеристики перечислены. И вот салон. Интересно, что в журнале перечисляются не только достоинства, но и недостатки автоматризы. О, вот она, смотрите. Работы мастера Гампса. Прикольно вообще, неэлектрифицированные линии. Видите, выходные светофоры. Тут вон какие-то полувагоны, что ли, стоят. А здесь, по ходу, две головы и два прицепных вагона. Видите, собачка бежит. Ей, скорее, хочется посмотреть на такую редкость. На тихих линиях. Это как в песне. На дальней станции сойду. Трава по пояс. На дальней станции сойду. Трава по пояс. Вот, смотрите, опытные две машины АЧ-2. Самые первые машины были выпущены в 1984 году с номерами 001 и 002. А потом уже, спустя несколько лет, стали их выпускать серийно. И всего было наштамповано 122 моторные автоматрисы и 244 прицепных вагона. А здесь уже заметка Алексея Вульфова, надо полагать. А, нет, еще про вокзал Рославль. Рославль-1, кирпичный камень, 444 километра до Москвы. Блатные цифры. Вот здесь заметка Алексея Вульфова должна быть. Вот точно. Рига-Орловская. Одним из маршрутов поездов АЧ-2 были участки бывшей Рига-Орловской железной дороги. Немножко рекламы, географические открытия России. Это новая серия получается. Видите, первый выпуск. 299 рублей. И, наконец, спойлер. Хотя это тепловоспродажа уже имеется. ТЭП-70 мы его даже обозрели. А так вот, 50 выпусков. История дорог в правильном масштабе. Если оформить подписку, то доставка будет бесплатной. Будут со скидкой рельсы. И даже с каждым десятым номером Модимео дарит подстаканники. У меня другу так подстаканник подарили. Ну что ж, переходим к самой модели. Как вы понимаете, крыша на этих автоматрицах чрезвычайно сложная. Сложнее даже, чем крыши ЧС-4Т или ВЛ-80С. И здесь целая куча различных аппаратов. Например, имеются Тифоны. Вот такие Тифоны, выполненные отдельной деталью. Это вам не какие-нибудь Т9. Здесь все гораздо серьезнее. Дальше. Имеется вот такие секции холодильника. Поскольку здесь стоит дизель М756Б. Кроме перечисленных девайсов, имеется еще вот такой дефлектор. И, пожалуй, что и все. А так, если серьезно, крыша сделана очень аккуратно. Имеются вот такие ребра жесткости, которые добавляют реалистичности. И вообще все классно. Пожалуй, Тифону можно выкрасить немножко другой краской при желании. Чуть-чуть более темной, например. Переходим к кабинам. Смотрите, какой прожектор. С таким большим-большим углублением. Вот там полноценная имитация лампы осветительной. Окантовочка. Красные огни ограждения хвоста пассажирского поезда. Верхний выполнен заодно с козом. Просто покрашено. Ну, а снизу имеется вот такая накладка. Вместе с буферными фонарями. Здесь, кстати, табличка написана «Вагонка-студинка» в реале. Но выглядит красиво, очень красиво. Вот такие полноценные буфера, ребят, смотрите. Тоже отделим накладными деталями автосцепки. Автосцепка двигается вообще на ней? Двигается, да, автосцепка перемещается. Ну, как на ТЭП-70. Сразу три концевых рукава. Тормозная, питательная и, наверное, импульсная магистрали. Вот, смотрите, имеются даже разъемы поджогсы. Такие же разъемы присутствуют и на прицепных вагонах. Вот там отопление, в частности. Еще подключается к кабинам, к кабинам, к цепи освещения. Расцепной рычаг вот такой, отдельной деталью. Подножка тоже отдельной деталью. Да, перед, конечно, проработан классно. А в самой кабине, не поверите, имеется антураж полноценный. Давайте-ка с фонариком посмотрим. У меня тут вон фонарик есть. Видите, там пульт есть, а кресло даже с подлокотниками, офигеть. Контроллер даже нарисован. Все эти кнопки переключателя на пульте. Причем в этот раз, видите, двухцветный пульт. Зеленый, а всевозможные кресла и задняя стенка, они серым сделаны. Давайте уж заодно и салон посмотрим тогда, как там салон-то проработан. Вот, смотрите, имеется кресло. Салон тоже двухцветный. Интересные, кстати, детали. Техноматрис имеет, вообще-то, двойной салон. И это можно видеть по такой двери, которая находится в середине. Кстати, эти двери были очень тяжелыми, даже иногда вываливались. Ну, при недолжном обслуживании. А так, имеется вот этот салон, более тихий. И вот этот салон более громкий, поскольку здесь располагался дизель. То есть, такой тамбур, как на R-22 получается. И даже был туалет. Туалет. Вот это окошечко, вот он, туалет здесь находится. Смотрите. Вон там. Там даже бак, бачок, кругляк изобразили. Вон, видите? Смотрите, как классно. Может, там унитаз даже есть. О, и даже, даже фановая труба предусмотрена. Опять забегая вперед, скажем, вот эта фановая труба. Ну, когда там нагадил пассажир, сюда все выливается. Давайте тогда кузов. Вот на этой автоматрисе окрас заводской. Причем, первые автоматрисы имели совсем другой окрас. Вот, посмотрите на фоточке. Напишите, какой окрас вам кажется более достойным. Автоматриса сделана очень стильно. Типичный чешский дизайн. Вот такие ребра жесткости, много-много ребер. Такую же тему мы могли видеть и на ЧС-7, и на ЧС-8 электровозах. Окошки на этих автоматрисах, кстати, открываются сверху вниз. Снизу окантовка черная. А сверху, типа, этой части открываются. Видите, она выполнена такой серебряночкой. Здорово. Вот такая подножка. Причем она динамическая. Когда пассажиры выходили на низкие платформы, она там выдвигалась, опускалась. Пару слов давайте скажем об конструкции этой автоматрисы. О расположении оборудования. Дизель на ней располагается в салоне, сразу за кабиной машиниста. 12-цилиндровый, V-образный, M756B. Тот же самый дизель, который ставился на дизель поезда DR-1 на 1000 лошадиных сил. Такой дизель был выбран не случайно, по просьбе советской стороны, чтобы, дескать, было впоследствии легче их обслуживать. И даже коробка передач была советская, завода Калуга-Путь-Маш. И здесь же имеется генератор, специальный генератор отопления на 380 вольт, который питает электричеством колориферы. Причем колориферы, в том числе и прицепных вагонов. Как по нам, это не самое практичное решение размещать дизель именно в кузове. Поскольку не менее 30% полезной площади изымается у пассажиров. Окей. Переходим к экипажной части. Смотрите, сколько тут всего. Да, под вагоном у этой автоматрицы навешано очень много всяких прикольных штук. Автоматрица опирается на две двухвостные тележки. Причем эти тележки неравнозначны друг другу. Вот эта тележка, которая слева, она называется опорная. А тележка, которая справа, называется приводная. Разница между ними очевидна. Опорная тележка не имеет никаких приводов, никаких валов, редукторов и так далее. В отличие от приводной тележки. И вот имеются всевозможные, тут карданы проходят, редуктора, тут еще всякие валы. И выглядит это очень убедительно. Сбоку тележка по конструкции немного напоминает телеги пассажирских вагонов. По крайней мере, центральной своей частью имеются такие же пружины и такое же подвешивание. Однако здесь проходят вот такие тяги тормозной рычажной передачи. Всевозможные балансиры. Колодочки имеются, смотрите. Буксовые узлы. Тормозных цилиндров здесь просто немерено. Один, два, три, четыре. Четыре цилиндра на одну тележку. Но зато телеги прицепных вагонов отличаются отсутствием таких цилиндров. В середине вам показан винтик гидродемпфер для ограничения поперечных колебаний. Тележки снимаются. Вот имеются такие винтики в середине. Тележки можно легко открутить. Мы тут решили еще выкатить тележки, чтобы посмотреть на них более внимательно. С такой отверткой полусамодельной мы сейчас их открутим. Вот так они легко откручиваются и снимаются. Вторая телега. Опорная. Опорная снимается еще легче. Вот она, опорная тележка. Выглядит не иначе, как только так. Очень хорошо сымитированы все элементы тормозной рычажной передачи. Приводная тележка. Вот тележка вместе с валом от ряду, который идет, видите. Натурально можно изучать конструкцию тележки реальной автоматрицы по этим моделям. И вот посмотрите, как выглядят главные рамы автоматрицы с выкачанными тележками. То есть много всевозможных продольных поперечных балок. Под вагонное оборудование можно наблюдать. А если кто-то захочет вытащить раму, то для этого необходимо выкрутить три винта. Один винт вот здесь. Один винт вот здесь. А третий винт по тайной находится около подножки. Но разобрать ее будет непросто. Дальше видите целая куча всевозможных подвагонных ящиков. В частности, можно наблюдать ящики аккумуляторной батареи. Тоже с такими вентилементами-открывашечками. Имеется топливный бак. Причем у топливного бака реализована и горловина заливная, и даже двойное топливомерное стекло. Также имеется целая куча резервуаров. Главные резервуары. Резервуары цепи управления и так далее. Они тоже выполнены отдельной деталью. То есть, в принципе, можно изучать конструкцию этой автоматрицы даже по этой модели. Нам осталось поставить эту автоматрису на рельсы и посмотреть, что из этого выйдет. В наличии имеются вот такие модемиовские рельсы. Черненькие. Она длинная, но все-таки уместилась по длине на этот участок пути. Вот так вот стало. Ну, вот видите, вроде как катится. И еще у нас имеются вот такие древние-древние пиковские рельсы прямоугольные. Частничный шпал уже приказали долго жить, но это ничего. Посмотрим, как встанет эта серая птица с зеленым на эти рельсы. О, тоже встала, смотрите. Пожалуйста, на клее 16,5 миллиметров, по крайней мере, в прямых участках, она способна перемещаться посредством грубой физической силы. Не, ну классно же. Еще раз благодарим Адимео, что порадовали нас уже ретро-моделью, тем более впервые. Машина удалась, и на любом макете будет смотреться этаким эксклюзивным бонусом, подчеркивая временную эпоху. Каких-либо дефектов, за исключением незначительных огрехов по покраске, мы не нашли. Надеемся, что производитель тряхнет стариной и выкатит прицепной вагон АПЧ-2. А лучше два. Два! Два! Чувак дело молотит. Друзья, товарищи, очень ждем ваши отзывы об этой модели. И напишите, что бы вы хотели видеть Адимео в дальнейшем. Мы передадим ваши пожелания. Оценивайте ролик, не забудьте подписаться на канал. Еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok